Что уже к ним располагает, потому что обычно все люди привыкли видеть в вампирах либо а. жуткого, страшного, мрачного антагониста, либо б. романтического, страдающего, рокового красавца. Друзья, всем привет! С вами Аня, вы на канале Bookspace, и, наконец-таки, я вам презентую свою долгожданную подборочку книг в рамках своей рубрики на канале. И темой сегодняшнего выпуска у нас с вами будет 5 дней, которые боятся чеснока. Ну, то есть книги про вампиров, конечно же. И я исключила такие очевидные варианты, как Индрю с вампиром, Нинники вампиров и, конечно же, Сумерки, потому что хотела бы сделать подборочку в стиле своего канала, то есть больше по мистике, по трейлеру и по фэнтези. И, кстати, друзья, также на подобную тематику сняла видео еще и Юлия Books Around Me. Вот вам на него ссылочка, и, пожалуй, я закреплю еще ссылочку себя в комментариях под видео. Я думаю, что у Юлии она будет более обширной, потому что Юля еще также захватила и кинематограф. В общем, заходите, подписывайтесь и смотрите также ее видео тоже. Итак, поехали. Первая книга в стиле Ани Bookspace на вампирскую тематику. Я взяла более лайтовую версию и презентую вам одну из самых интересных. Нюмористический фэнтези, а именно Ольгу Громека и ее белорский цикл. И что же предполагает здесь лайтовую версию? В первую очередь, это, разумеется, жанр. Юмористическая фэнтези, которая уже намекает вам абсолютно прозрачно на то, что вам не стоит здесь ждать никакого пафоса, либо котической романтики. Ну, просто потому, что это все-таки юмор. Ну, то есть, да, поклонение мужикам вампирам, как идолам, вам здесь ждать точно не следует. Во-вторых, это предполагает, в принципе, и сам образ вампирам, который представлен вот здесь, на этой шикарнейшей, роскошной обложке армады. Но вы видите, что здесь вампиры абсолютно не романтизированы. У них из их основных фишек также остаются и кожаные черные крылья за спиной. Вампиры здесь играют более положительные роли. То есть, они здесь не антигерои и ни в коем случае не антагонисты, что уже к ним располагает, потому что обычно все люди привыкли видеть в вампирах либо а. жуткого, страшного, мрачного антагониста, либо б. романтического, страдающего, рокового красавца. Вообще, друзья, если вы до сих пор не знакомы с циклом Олигромыка про ведьму, то вы очень много чего потеряли. Ну, вот буквально вам в двух словах такая маленькая приманочка. Вольха Редная, от этого восьмого курса школы чародейства Пифи и Травли с города Сармина поезжает в Дагеву писать курсовую работу по вампирам. Собственно говоря, эта книга выдержана. Первый интересный факт, как курсовая работа в Ольхе Редной. Даже оформлена первая страничка, как оформление, типичное оформление курсовой работы студента. И получается, что это все ее курсовая работа по тому, как она провела очень весело время. И еще один интересный факт про название долины вампиров Дагева. Ну, возможно, уже многие фанаты Олигромыка это знают, но если вы не в теме, то вот вам интересный факт. Сама автор интерпретирует слово Дагева, она его расшифровывает. Это долина, где вампиры. И главный вампир здесь, ну, очень клевый мужик, который с легкостью вписался в мой личный топ 30 лучших книжных мужчин и даже там тягался с мистером Дарси. Чем закончилось дело, большинство из вас знают. Если вы не знаете, то знаете, где их искать. В общем-то, вампиры в этой книге, они вас удивят и своей харизмой, и своими характерами, и системой магии, которая у них там маленькая имеется. В общем, всем рекомендую, но знайте, друзья, что пафоса здесь по минимуму. Все-таки это фэнтези юмористическая. Ну, для тех, кто в теме, то рекомендую. Ну, и поскольку я решила постепенно увеличивать градус опасности вампиров, то следующие две книжки, они уже с более серьезными представителями кровососущих существ. И обе книги из жанра городского фэнтези, но с абсолютно разными вампирскими начинками. И первое, что стоит помнить, это то, что следующие вампиры, они не такие уж и няши над предыдущие вампиры из Дагевы. Они, конечно, безопаснее, чем последующие. Ну, скажем так, условно безопаснее. Я говорю про вампиров из цикла «Киндред» Алексея Бегова, Натальи Тручниновой и Елены Пычковой. В этой вселенной существуют вампирские кланы, которые обладают каждой из них своей неповторимой и уникальной магией. И эти кланы периодически вербуют себе из мир смертных, особо талантливых ребят. Ну, то есть не всех, конечно же. Я бы сказала, что эти вампиры, они все-таки ближе к классическим вампирам, которые мы с вами привыкли уже видеть на протяжении кинематографа и литературы, которые все-таки боятся солнца и сгорает на нем моментально. Поэтому все их делишки проворачиваются ночью. И, естественно, первое то, что бросается в глаза вам, как читателю, это то, что здесь вампиры себя вампирами не называют. Они называют себя кровными братьями, братьями по крови. И они называют себя таким интересным словом, как киндред. Как я уже говорила, их самая отличительная фишка – это то, что у каждого клана есть своя личная магия, которой они пользуются. То есть либо это магия смерти, либо это магия разрушения, очарования, магия ума, магия предприимчивости. И, казалось бы, это мы уже видели где-то в сумерках. Но нет, она здесь выдержана в более других тонах, в более городском фантазии, я бы сказала. Конечно, по первой книге пока сложно понять полную систему и полный механизм этого взаимодействия магии в кланах. Но надеюсь, что остальные три книги прольют на этот свет. В данной книге мне лично больше всего был любопытен и интересен тот факт, что вампирам было запрещено убивать людей. Но если они могли разглядеть талант в человеке, который раскрылся бы в их клане, то они могли бы себе его завербовать. Вот такие дела. Я надеюсь, что последующие книги будут не менее интересны, чем первая. Я бы даже сказала, чтобы они более глубоко раскрыли всю сущность киндред. Не вампиров, а киндред. В общем, очень на него рассчитываю. Со следующими кандидатами познакомилась после прочтения саги «Сомерки». И знаете, я была безмерно рада, что бывают еще и другие вампиры. Собственно говоря, вампиры из циклодозоры мне понравились гораздо больше. Конечно, соглашусь, что они здесь не занимают центральную позицию, но так или иначе они тоже здесь очень интересно раскрываются. И здесь у нас вампиры не живые мертвецы, а подвиды иных. Вот у Сергея Лукьяенко мне лично очень нравится классификация всех этих подвидов нечисти. Единственное, что у него бывают маленькие состыковки в системе его миров иных. Но да ладно, мне лично очень импонируют все сюжетные арки, которые здесь завязаны на вампирах. Я вам показываю самую интересную для меня лично арку. Это «Сумеречный дозор», в который вампиры приняли непосредственное участие. Тот самый Костя Саушкин, для тех, кто в теме. Если вы смотрели уже фильм «Ночной дозор», «Дневной дозор», то забудьте про них вообще, потому что Костя Саушкин в данной книге совершенно иной персонаж. Конечно, мне лично очень нравится каст с Чадовым, но все-таки считаю, что в книге образ наиболее цельный, наиболее интересный. В общем, рекомендую всем однозначный цикл. Ну и отличительная фишка, которая в принципе для меня являлась еще и очень интересным конфликтом во вселенной дозоров, которая очень любопытно отзывалась в каждый раз в сюжете. Я говорю про лицензию на убийство. То есть в этой вселенной дозоров каждый законопослушный вампир, он имеет при себе регистрацию и свою личную печать. И также ему выдается еще и лицензия на жертву. То есть да, есть такая штука в этой вселенной, как лотерея, где вытягивают жертву, которую в принципе может вампиры съесть. Вот такие дела. В эту лотерею, если я правильно помню, не попадают родственники вампиров. Какой-то там есть маленький возрастной диапазон. Там, по-моему, не попадают дети и старики. Что-то типа того. И вот здесь разворачивается очень клевая почва для конфликта. Это гуманно, это не гуманно, это правильно ли это, как же вампиры, как же жертвы. В общем, я лично очень рекомендую эту серию, как очень классный представитель городского фэнтези. Лично мне она нравится очень при очень. Хотя я знаю, что очень многим она почему-то не заходит. Но это мой личный выбор. И переходим к наиболее опасным представителям семейства кровососов. И у меня для вас на очереди американский вампир, который буквально покорил меня этой зимой своей атмосферой, своим саспенсом. Это было чертовски круто. И, разумеется, мне понравилась и локация. То есть Лас-Вегас, 30-е года, Американская депрессия, Нуар. И как бы вампиры здесь ну очень в тему, я считаю. Более подробно про отличительные фишки вампиров я, на сожалению, вам не могу рассказать. Просто потому, что прошла всего лишь только одну историю. Но, скажу я вам так, что уже изначально понятно, что это наиболее опасные, жуткие и беспощадные личности. И все-таки, знаете, я смогла вспомнить хотя бы одну отличительную фишку. Но, по крайней мере, думаю, что она должна охватывать всю вселенную американского вампира. Но, честно говоря, не могу быть в этом уверена. И все-таки, что здесь у каждого вампира есть своя личная ахиллесова пята. То есть, не каждого вампира можно убить афиновым колом. И не каждого можно убить серебром. И вот это вот чертовски интересно. Ну, а также, разумеется, я понимаю, что у каждого вампира здесь свои неповторимые характеры. Свои неповторимые образы, цели и их мотивы дальнейших действий. В общем, в любом случае, со вселенной я буду знакомиться. Но также я очень жду ваши личные комментарии по поводу этой серии комиксов. Потому что я с ней знакома пока что только поверхностно. И жду ваши отзывы в комментариях. Ну, и самую жуткую и вкусную, кровавую историю про вампиров я оставила, разумеется, на десерт. И показывала книжулю, которая стала буквально причиной у моих бессонных ночей последнюю неделю. Это жребий Салема Стивена Кинга. Я до сих пор нахожусь в процессе чтения. И, знаете, читать по вечерам Стивена Кинга – это то еще удовольствие. Конечно, я понимаю, что все это не по-настоящему происходит. Но Стивен Кинг просто мастер достоверности. Даже если это дело касается вампиров. Что очень и очень клево – это то, что жребий Салема и американский вампир, они примерно похожи по атмосфере. И я даже слышала от своих подписчиков, что Стивен Кинг являлся одним из сценаристов к первому томику американского вампира. У меня вот лично второй. Ну, по крайней мере, я помню именно такую ремарку от подписчиков. Пожалуй, самый главный смак этой книги – он в деталях и в мелочах, которые в целом понятны, но любому читателю. И в принципе, в принципе, это главная специализация Стивена Кинга, который перед вами так очень четко расстановочкой раскладывает такую жуткую мозаику, с которой вам вырисовывается чарующий и неподражаемый жуткий Салем Лод. Вау! Как говорила моя подруга, как будто бы смотришь черно-белый фильм про вампиров. И также у этого романа еще есть и две экранизации – 79-го года и 2004-го года, но они не имели какой-либо коммерческий успех, что неудивительно, когда дело касается экранизаций Стивена Кинга, на которых явно лежит проклятие, но я в целом готова их посмотреть и обсудить с вами эту книгу и ее экранизации на ком-либо из стримов. Ну и в целом, по моим впечатлениям, по горячим следам, да, жутко, сочно, волнительно, а как обычно Стивен Кинг мастерски владеет любым саспенсом, я очень довольна книгой. Ну, в принципе, все, друзья, подходит к концу эта рубрика «Пять книг, которые…» Я надеюсь, что вам такой формат в рубрике нравится. И я также надеюсь, что вы и мне что-нибудь порекомендуете в комментариях из ваших личных запасов книг про вампиров, так что не жадничайте. И переходите на видео «Юли Букс Раундами», у нее тоже есть на канале очень интересная вампирская подборочка книг. Ну, а с вами была Аня Акобычна, и увидимся, надеюсь, что уже либо в покупках, либо в прочитанном. Все, всем до встречи, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok